Дорогие друзья, утро доброе, 13 сентября 2022 года у нас на календаре. Очередной вебинар портала Prean.ru «Недвижимость за рубежом». Говорить будем сегодня о недвижимости в Дубае, но не только о ней. В широком смысле поговорим и о том, что происходит на рынке, и о том, какие стратегии могут быть сейчас интересны инвесторам. И ближе к концу нашей передачи несколько слов о том, как правильно переехать в Дубай, какие возможности есть сейчас для тех, кто хочет открыть бизнес и так далее и тому подобное. Сразу представлю нашего главного эксперта сегодня, руководителя отдела продаж компании «Гаспиан Риэл Эстейт» Евгений Пирожок. Евгений, здравствуйте. Добрый день, добрый день, друзья. Всех приветствую. Перед тем, как обратиться к Евгению, напомню, что у нас традиционно работает чат, в котором вы можете задавать вопросы по ходу вебинара. На подавляющее большинство обещаем ответить сегодня в рамках нашего вебинара. На те, на которые не успеем ответить, ответим в нашем материале, который будет опубликован через несколько дней, то есть к концу этой недели. Сразу, я думаю, мы можем опубликовать и контакты Евгения и его компании, тем самым для тех, кто захочет потом по завершении мероприятия связаться с нашим экспертом, милости просим. Евгений, давайте пока в двух словах к нам продолжают присоединяться зрители о том, кто вы, что у вас за компания, чем вы занимаетесь. Всех еще раз приветствую. Меня зовут Евгений Пирожок. Как многие спрашивают, Пирожок – это что, фамилия? Я всегда шучу, нет, это профессия. Да, действительно, такая есть фамилия. Я ее яркий представитель. Изначально с Дубаем история была, скажем так, начало, история была связана с тем, что мы осуществляли торговлю непосредственно в этом городе. Занимались различными товарами, которые на тот момент были трендовыми. Это автомобили, техника и так далее. Вообще я по своей, скажем так, основной профессии за последние годы, я инвестор, инвестиционный советник и управлял капиталами двух крупных семей. И всегда, как любой человек, кто занимается инвестициями, я всегда искал новые инструменты инвестирования. Ну и, собственно, для того, чтобы расширять портфель, диверсифицировать, за счет чего снижал риски этого портфеля, я искал инвестиции не только в Российской Федерации, мы инвестировали в Америку. И все больше и больше в последние годы наше внимание стало привлекать Китай, Ближний Восток. И вот я приехал в Дубай и начал разбираться в рынке недвижимости. В рынке недвижимости, сразу скажу, начал разбираться еще заранее, то есть не приехав в Дубай. Я поступил, наверное, скажем так, более консервативно, я не стал узнавать рынок сам. Мы оплатили двух достаточно серьезных экспертов в Дубае, я просто у них обучался. То есть таким образом вышел на определенный уровень, начал приобретать недвижимость, продавать, некоторые объекты сдавал в аренду, и за счет этого очень динамично увеличивал капитал, несмотря на движение рынка. После чего начал приобретать себе и партнером, мы ведем бизнес втроем, у нас три партнера. И когда увидел, что, ну, скажем так, чистота у нас сделок уже увеличивает там определенные пределы, увидел, что по процентному содержанию портфеля нашего инвестиционного недвижимость стала преобладать, я начал разбираться и пытаться прогнозировать на таймфрейм трех-пяти лет. Вот, и понял, что в районе трех-пяти лет, даже с учетом кризисов, это единственный актив, в котором можно быть более или менее уверенным, и, собственно говоря, углубился в это изучение. Мы зарегистрировали одну компанию, Real Estate, для того, чтобы с этих сделок получать процент от застройщиков. Вот, потому что инструмент инвестора – это не только диверсификация, но и экономия, экономия при приобретении активов, при их перемещении и так далее. И, ну, как-то так, скажем так, экологично вышло, экологично вышло, что вот на данный момент портфель моих инвесторов, мой портфель моих партнеров больше, чем на 40% состоит из недвижимости. Я скажу, что эта цифра растет, и думаю, что где-то к апрелю, мы считаем, к апрелю, к четвертому месяцу 2023 года этот процент будет почти 70. Почему именно такая стратегия, чем она основана, чем она обоснована и различные другие нюансы – это все более подробно, скажем так, в конце я расскажу вебинара. И сразу скажу, если возникают какие-либо вопросы, если будут какие-то моменты, я очень рекомендую в рамках вебинара иметь что-то вроде рабочей тетради или блокнота, помечать те вопросы, которые у вас возникают в ходе, и в конце, если будет такая возможность, Филипп предоставит, я отвечу на эти вопросы. То есть отвечу на вопросы по порядку, чтобы, скажем так, не отвечать на них по ходу, потому что будет теряться нить, нить повествования. И та информация, которую я хотел бы дать, я хотел бы ее дать, во-первых, максимально простым языком. Вот есть у меня такой талант, я упрощаю многие сложные вещи до хорошо воспринимаемых. И я хотел бы за короткий промежуток времени, за этот короткий таймфрейм дать столько полезной информации, сколько смогу, чтобы вы уже смогли ориентироваться и в рынке недвижимости, возможно, в мировой экономике. Какие-то лайфхаки подскажу, их будет сегодня три минимум. Если кто-то в рамках выступления лайфхаки, данные лайфхаки, скажем так, не рассмотрит, вот мы их расшифруем уже более подробно в ходе личного общения или в ходе общения с нашей компанией. Хорошо, ну что ж, давайте раскрывать лайфхаки и начнем все-таки с общей ситуации в Дубае. Из Дубая приходит очень много информации, зачастую противоречивой, зачастую не до конца объясняющей суть феномена и этого рынка, его особенностей. Поэтому давайте, может быть, несколько минут посвятим этому. Что же на самом деле сейчас происходит в Дубае и почему происходит то, что происходит? Простите за эту талуку, пожалуйста. Ну, если простыми словами, то Дубай на данный момент, ну, скажем так, окунемся в статистику, он входит в пятерку лучших городов до кризиса, входил в пятерку лучших городов мира по рейтингу, самый благоприятный для жизни, для бизнеса, для семьи, для построения общественных связей, для безопасности, в сфере медицины и так далее. На данный момент есть статистические данные, что из-за кризиса, конечно же, Москва ушла из рейтинга, из этого городов, многие европейские города ушли, и Дубай сейчас переместился на третье место. То есть вот на данный момент Дубай входит в тройку лучших для жизни городов в мире. Это если про статистику. Население Дубая сейчас приближается к 3 миллионам, официально это было, опять же таки, до кризиса, до всех событий 2022 года, около 2,5 миллиона человек. Соответственно, сейчас с тем притоком, который мы наблюдаем, с тем притоком, который мы наблюдаем, хотя бы с тем притоком, который я визуально сам наблюдаю, это количество, конечно же, уже ушло, наверное, за 3 миллиона и более. По планам Дубай будет развиваться еще дальше, как минимум в 2 раза больше населения. Ну и по площади, если смотреть всю территорию Дубая, она больше, чем в 2 раза больше Москвы, по площади так, для представления. Но с учетом, кстати, логистики это не ощущается. Очень хорошая логистика в Дубае в данном случае. И если говорить, наверное, про Дубай сейчас, такое субъективное больше, да, субъективное ощущение. Дубай – это такое светско-европейское пространство с таким восточным окрасом, с восточной культурой. Мне очень нравится нынешняя атмосфера, очень много европейцев, очень много выходцев из СНГ. И, кстати, многие спрашивают, на каком языке здесь общаются. Здесь общаются в основном на английском, но больше, по нынешним данным, больше 300 тысяч здесь русскоязычных, русскоговорящих, более 300 тысяч. Общий процент можете подсчитать от общего населения. И если мы говорим про Дубай как таковой, то здесь уже 90% живут, это резиденты, кто получил резидентство, это так называемые приезжие. Да, как в Москве там говорят, понаехали. Вот здесь это немного другой окрас. Да, то есть из 10 человек только один человек местный. То есть это такой, как его назвали недавно, город мечты, город новой американской арабской мечты. То есть многие сюда приезжают делать бизнес и делают феноменальные капиталы. То есть я в свое время сюда приехал без вообще каких-либо знаний арабского рынка, без каких-либо серьезных связей именно на арабской стороне. И спустя определенный промежуток времени, спустя год я их наработал, и каких-то проблем, я скажу, не возникало. Сразу просто вопрос, а вы давно вообще живете в Дубае? Сколько ты примерно живешь? Ну, первые сделки в Дубае мы начали вести больше двух лет назад. Это первые сделки были в Дубае. Это там 2019 год. Потом начали приезжать, уезжать из Дубая. И когда-то достиг такой, скажем так, определенный момент, когда мы поняли, что мы уезжать уже-то и не хотим. Нам смысла как бы и нет. Но, тем не менее, у меня остались бизнесы в России. И около, ну, где-то раз в полтора, в два месяца я все-таки летаю в Россию. Период где-то на неделю, решаю свои дела и улетаю обратно. Скажите, пожалуйста, вы сказали о том, что Дубай вошел в тройку, но рейтинговая оценка, это, знаете, такая история почетная, математическая. Если мы говорим о достоинствах Дубая, которые скорее можно почувствовать или передать на словах, а не выразить в цифрах, что это такое? Ну, во-первых, это уровень жизни. То есть, самые дешевые, скажем так, магазины здесь в Дубае, самый масс-маркет, да, это уровень, скажем так, хороших очень таких, где-то даже таких фермерских магазинов, да, продуктовки, я имею в виду, в России. Если мы говорим про жилье, то обычное жилье, обычная недвижимость Дубая, как правило, включает в себя уже бассейн, который входит в инфраструктуру, консьерж, охрана, спортзал, во многих есть сауна, хаман и так далее. То есть, все это входит в инфраструктуру, то есть, в России такие дома считаются домами вип-класса, вип-класса, премиум-класса. Для Дубая это такой средний обычный дом. То есть, первое, что здесь бросается в глаза, это высокий уровень нормы, прежде всего, для, скажем так, среднего населения. То есть, средний класс здесь занимает такое достаточно большое количество среди общего, так скажем так, населения. И плюс-минус, вот мы недавно разговаривали с моим товарищем, который переехал тоже в Дубай, он вот мне такую рецензию дал там за последние полгода, он сказал, что человек, который маломальски соображает, маломальски предприимчив, даже особо без знания пуска языка, приезжая в Дубай, он запросто может занять место в среднем классе и прекрасно жить. То есть, это и своя квартира в рассрочку, вот здесь беспроцентные рассрочки, здесь это поговорим уже в конце вебинара, это все достаточно здесь доступно. Это и своя машина, это и достаточно разнообразный досуг, ну плюс, конечно же, климат. Мне климат в Дубай очень нравится. Я люблю, когда 24 на 7 солнца, да, ну не ночью, конечно же, я имею в виду круглый год. Ну понятно, в такое вредовое время, окей. Хорошо, про уровень жизни понятно. Что еще? Какие, можем обратиться, например, к вашей презентации, или как вам удобнее? Наверное, давайте мы пойдем по вопросам, потому что это наиболее скульптурировано для аудитории. Хорошо, скажите тогда про уровень жизни более-менее понятно, но тем не менее, последний год-полтора рынок недвижимости явно очень взбудоражен. То есть, долгое время было падение с 2013-го, сейчас рост. Действительно ли, вот вы говорите, много народу приехало, всем им надо жить? Как это выглядит все изнутри? Много чего строят? Дико растут цены? Или не дико растут? Несколько слов об этом. Ну, здесь, наверное, нужно начать с того, что у правителей, в принципе, Арабских Эмиратов, да, но мы говорим, конечно же, еще про правителя Дубая, здесь, наверное, играет большую роль талант в управлении. Талант в управлении пространством, талант в управлении экономикой, талант в управлении городом. То есть, в Дубае на данный момент созданы такие условия, в которые человеку хочется приехать, открыть свой бизнес, приобрести свою недвижимость, приобретать здесь другие бизнесы и так далее, то есть проживать. Здесь очень разнообразный, шикарный досуг на любой вкус, на любой вкус и цвет. И в целом, то есть, пространство сделано таким образом, что многим хочется сюда приезжать и жить. Ну, давайте по порядку. Во-первых, резиденты Дубая имеют экономическую и политическую безопасность. То есть, информация о доходности и так далее, она не выдается. Во-вторых, здесь нет на данный момент налогов. То есть, вы приобретаете недвижимость, и тот процент, который вы получаете с недвижимости, это средний процент, там 10%, это без роста недвижимости, вот сдача в аренду. Вы получаете только себе. То есть, все официально себе, любимому в карман. Кроме того, многие компании, которые находятся в свободной экономической зоне, они также не платят налоги, также не платят налоги. Здесь достаточно легкое решение различного ряда вопросов. Ну, и в целом, здесь безопасный город. Здесь можно гулять практически круглосуточно. Ну, я имею в виду, что никакой безопасности. Низкий уровень преступлений. Достаточно строгие, хорошие, продуманные законы. И вот в конце выступления будет Александра рассказывать про открытие компаний, про переезд и так далее. Она об этом коснется более подробно. Она в этом плане, в этом спектре очень хороший профессионал. Но в целом, от себя я скажу, выражу, скажем так, в трех строках, в трех, наверное, про страну, в трех словах. Это пространство, в котором комфортно жить, и в котором, скажем так, удобно жить, и здесь большие возможности. Если сравнивать, например, с бизнесом в России, я делал бизнес в России, то здесь за такое же количество усилий вы получаете несоразмерно большие деньги. Плюс те же самые товары, например, автомобили и так далее, здесь стоят намного дешевле. То есть у нас есть компания General Trading, мы направляем по параллельному импорту автомобили, и они выходят здесь дешевле намного, чем в России. Поэтому я думаю, что для того, чтобы понять, что такое Дубай, здесь нужно, наверное, более подробную консультацию по тем вопросам, которые именно интересуют человека. Мы контакты разместим, и наш специалист с радостью ответит. Возник вопрос, Роза, чтобы была картина более целостной, про плюсы вы сказали, но все-таки без минусов невозможно, все-таки не бывает. Или у вас такой взгляд, что никаких минусов нет? Я совершенно с вами согласен, да, без минусов не бывает. Более того, если я рассматриваю какой-то бизнес-план, или если я составляю инвест-план, и я не вижу минусов, я начинаю нервничать. Так же и в жизни везде. То есть если я не вижу там каких-то всех шероховатостей, то я прекрасно понимаю, что я всего лишь где-то что-то недооценил. Здесь, конечно же, есть минусы. Для многих минус, например, это погодные условия, то есть кому-то, например, не нравится, кому-то нравится там снежок, кому-то нравится там холод и так далее. Ну, я сразу скажу... Вам нравится. Что? Вам нравится, а кому-то вы вполне допускаете, то есть вы видите, что они идеальны явно не для всех. Ну, данные условия, да, то есть некоторые здесь на летнее время улетают, например, на Бали, либо улетают в Россию. Ну, я точно могу сказать, что некоторые здесь по снегу скучают, потому что здесь есть такой горнолыжный комплекс, где можете поиграть в снежки, покататься на лыжах и так далее. Да, это все про Дубай, я говорю. И там очень много посетителей, поэтому, ну, я так понимаю, что некоторые скучают по снегу. Я зимой прилетаю делать свои дела, мне 4 дня вообще хватает насытиться снегом, красивым, белым, и я улетаю обратно поскорее. Хорошо, кроме погоды, кроме климата, что-нибудь еще вы можете выделить, что людей измещает? Ну, во-первых, когда вы попадаете в другую среду, это, естественно, другое законодательство. Для тех, кто не знает язык, для многих стресс в том, что они, ну, не знают английский язык. Хотя, скажу вам, как человек, который никогда не учил английский язык, и у которого, ну, английский язык на уровне бытового, просто где-то расплатиться, рассчитаться, что-то спросить и так далее. Вот. Ну, на уровне, как мы это называем, я твоя, понимать. Вот. Я не испытываю абсолютно никакого дискомфорта. Я, честно говоря, здесь русскую речь слышу чаще, чем в Москве. Поэтому, ну, вообще какого-то дискомфорта я не испытываю. Вот. Но для многих это стресс. Я думаю, что для многих еще стресс – это незнание определенного законодательства в открытии счетов и так далее. Вот. Мы занимаемся недвижимостью. Я знаю, что, например, купить хорошую ликвидную квартиру, быстро ее перепродать, получить там 15-20% прибыли, либо отправить ее на сдачу к нам в управляющую компанию – это очень, ну, это очень легкий, обычный для меня процесс. Люди, кто приезжают сюда самостоятельно, у них просто такой стресс, люди сидеют на глазах и так далее. Это, наверное, стресс неизведанного, и плюс это новая среда. Да. Для многих здесь, например, непривычно то, что, возможно, кому-то хочется, я не знаю, там, ну, образно говоря, попить там вино с друзьями на лавочке и так далее. В Дубае это нельзя сделать. Вот. Только в определенных там заведениях. Вот. Приобретение алкоголя здесь тоже строго регламентировано. То есть, если делать это по закону, то это по определенной лицензии вы приобретаете алкоголь. Вот. Это достаточно такой подучетный момент. Как только вы получаете резидентство, вы получаете внутреннее водительское удостоверение. То есть, уже нельзя ездить по международному. В общем, достаточно много нюансов. Кому-то они кажутся хорошими, кому-то кажутся они нормальными. Лично для меня я скажу, что практически вот все люди, с кем я общаюсь, вот для них в Дубае больше плюсов, больше плюсов и плюсов значимых, чем минусов. Это, собственно говоря, и делает определенный, ну, определенный вывод у людей, и они сюда переезжают. Когда плюсов намного больше, чем минусов. Но сразу же скажу, что если мы говорим, скажем так, про среднего человека, да, то согласитесь, основная ценность – это безопасность, экономическая стабильность, хорошие зарплаты, хороший уровень жизни, продукты и так далее, образование для детей. Окей, вот это все в Дубае несоизмеримо лучше, чем во многих странах. Поэтому он занимает на данный момент, по официальным данным, пятое место, а по неофициальным сейчас третье место в рейтинге городов лучших для жизни. Поэтому другие минусы, как, например, изучить законодательство страны, ну, я думаю, это не так дискомфортно. Окей, хорошо. Хорошо, давайте все-таки теперь перейдем к недвижимости. Вот что происходит, по вашим ощущениям, на рынке недвижимости, и какой вывод из всего этого могут для себя сделать потенциальные инвесторы или покупатели? Пожалуйста. Ну, если мы говорим в принципе про рынок недвижимости в Дубае на данный момент, то мы, конечно же, должны затрагивать этот рынок с учетом и даже через призму всех обстоятельств и всей ситуации в мире, которая происходит на данный момент. На данный момент мы видим, что у нас мировой кризис, который вызван определенными событиями в мире, определенной экономической нестабильностью, политической нестабильностью и так далее. И любой кризис мировой, он имеет свои последствия. То есть когда у меня есть очень хороший товарищ, он тоже давно инвестирует, и мы часто с ним общаемся, в принципе, по геополитике, по политике в целом, и он мне сказал такую фразу, что нужно инвестировать непосредственно в те регионы, в те регионы, которых не касается экономический кризис, вот, мировой. На что я возразил, я сказал, Влад, такого быть не может. Мировой кризис, он на то и мировой. Вся мировая экономика, все страны, они завязаны в одно единое целое. Если в одной стране кризис, то это не значит, что это не коснется другой страны. Вот на данный момент это подтверждается тем, что как только мировой кризис начался, что мы видим с начала года? С начала года огромное, можете посмотреть статистику переездов, можете посмотреть статистику компаний, Александр в конце вебинара вам про это подробно расскажет, огромное сейчас просто, огромное количество людей переезжает в Дубай насовсем. Почему? Потому что в их стране нестабильно, в их стране экономически невыгодно, в их стране политически небезопасно и так далее. И со всего мира, и со всего мира из экономического кризиса как раз таки люди переезжают куда? Где безопасно, где нет этих проблем. Но это логично, это логично и достаточно просто. Поэтому Дубай сейчас стал такой точкой, он входит сейчас в топ-5 городов, куда люди стали переезжать после кризиса. То есть если по открытию компаний, там статистика такая, что там за первые три месяца кризиса количество компаний зарегистрировано в Дубае было такое, как за 8 месяцев предыдущего года. Если мы говорим про недвижимости, то рост недвижимости сейчас уже, да, там к сентябрю, он уже перевалил за рост недвижимости, который был в прошлом году за весь год. Уже давно перевалил. Вы спросите, рост недвижимости, это вы говорите о числе сделок или о ценах? О числе сделок и, соответственно, чем чаще сделки и чем больше покупают, тем больше растет цена. То есть прирост к стоимости недвижимости. Окей. Если мы говорим о росте цен, как бы вы его для себя описали? И потом, вы сказали, что Дубай по территории в три раза больше Москвы, соответственно... В два раза. Соответственно, он тоже очень-очень разный. Что такое Дубай сегодня и где строят, что строят и так далее. И как это все меняется? Ну, в данном случае мы должны с вами понимать, что если, например, мы сравниваем... Ну, если мы говорим про Дубай, да, про геротическую структуру, про городскую инфраструктуру, то здесь в данном случае нужно упомянуть возраст Дубая. То есть если сравнивать, например, по возрасту Дубая с городом, например, Москва, то Дубай – это там маленький еще ребенок. То есть по сравнению со взрослым, 60-летним человеком. Сколько лет Москве, посмотрите в Википедии, и сколько лет Дубаю. И так же и с другими городами. Дубай очень молодой на данный момент город. И несмотря на то, что территориальная территория, ну, территориальная территория большая, то территория застройки, как таковой, фонд жилого жилья и коммерческой недвижимости, он не успевает за темпами роста этого города. И в этом году произошло следующее. Сейчас спрос превышает предложение. Здесь на лаунче некоторые дома покупаются за полтора, за два часа. То есть вы приходите, объявляется старт продаж, проходит два часа, дом куплен, квартир нет. Нужно ждать канцелет, отмены и так далее. То есть это распространенная история на ликвидные дома, распространенная история на многие там участки. То есть сейчас спрос превышает предложение в Дубае и превышает на достаточно серьезное количество времени. То есть, точнее, на определенный процент. То есть у нас есть менеджеры, с кем у нас заключен контракт застройщики, у нас контракты с более чем 30 застройщиками. И мы постоянно общаемся. Два-три раза в неделю мы бываем на объектах, поднимаемся на строящие объекты с брокерами и так далее. На данный момент я вам дам отзыв от менеджеров, компаний, застройщиков. Они говорят, сейчас большая проблема, нет проблем сейчас в поиске клиентов. У нас сейчас вся проблема найти недвижимость для тех, кому это нужно. То есть количество предложений сейчас меньше, чем количество спроса. Соответственно, возвращаемся в первичные азы экономики. Спрос рождает предложение. На данный момент спрос, который вызван на недвижимость в Дубае, на различные секторы, на эконом-класс, на средний класс, даже на лакшери, на люксовую и так далее, различную недвижимость, он намного превышает то количество предложений, которое есть. Я вам скажу, что у нас сейчас есть топовые объекты, вот у нас самый максимум, у нас сейчас на один объект, не буду называть его, не буду застройщиком, у нас сейчас 15 человек, 15 человек хотят купить этот объект. Объекта нет. То есть мы ждем отмены. То есть люди нам уже по договору переводят деньги, то есть их деньги уже у нас, они ждут, когда что-то отменится и они хотят купить. Нет гарантий в этаже, нет гарантий в планировке, нет гарантий в вид, куда будет и так далее. Просто хотя бы любую квартиру из этого объекта. Можете пообщаться с другими брокерами из Дубая, они вам подтвердят эту сейчас обстановку. Спрос просто зашкаливает. И самый главный здесь фактор, меня как инвестора, который анализирует недвижимость, который анализирует в принципе порядок цен и географию инвестиций. На данный момент цены, которые установил застройщик за объекты, они являются теми ценами, важный момент, они являются теми ценами, которые установили до кризиса, до того момента, как получился высокий спрос. То есть, по сути, сейчас вы, приобретая квартиру в Дубае, вы приобретаете ее по предыдущей цене. Я могу вам просто пример. Вот просто пример. Все, что мы покупали, лично мы с партнерами покупали в рассрочку, то есть отдавали там 10-20% от стоимости недвижимости, март, апрель, май уже сейчас подросло минимум на 10-12%. Я вам говорю про минимум. У нас есть сделки с прошлого года, когда мы покупали квартиры за 650 тысяч долларов, оплачивали только 40% от этой стоимости. Ровно через год мы продавали их за миллион 100 тысяч долларов. И вот такая динамика на данный момент. Здесь я, наверное, чуть-чуть предугадаю, Филипп, ваш вопрос. Ваш вопрос. Я знаю, что вы всегда рассматриваете все объекты с положительной стороны, в том числе и с негативной. Наверное, у вас будет вопрос, а что же будет, когда рынок насытится и когда будет определенная оплата? Я это формулирую немножко так. В какой момент вы скажете, стоп, ребят, нашли риски? Смотрите, здесь, наверное, нужно сказать немножечко про то, что такое инвестиционный объект. Любой инвестиционный объект – это, по сути, то, куда вы инвестируете. Будь то бизнес, золото, акции, недвижимость. Любой объект или его еще называют инструмент, он имеет два положительных качества. Либо одно, либо два. Первое положительное качество – это волатильность. Волатильность – это финансовый термин изменчивости стоимости того или иного актива на коротком промежутке времени. То есть, образно говоря, вы инвестируете в какую-то акцию, например, там, компания, я не знаю, Super Gold. Вот. Акция стоит, например, 100 долларов в понедельник. В пятницу эта акция может стоить 300 долларов. В следующую пятницу эта акция может стоить 1000 долларов. Вы можете зафиксировать прибыль, и через месяц эта акция будет стоить 10 долларов. Вы скупите опять большинство акций, и через месяц у вас опять будет, например, там, 100-200 долларов. Вот это вот колебание графика на коротком промежутке времени как раз-таки и есть волатильность. И когда вы инвестируете в какой-то объект и у него есть волатильность, то вы приобретаете возможность купить дешевле и продать дороже. Все просто. Но также у инвестиционных объектов есть второй плюс, вторая положительная сторона – это практическая ценность. То есть первая ценность – это, назовем ее так, волатильность. Возможно, что объект станет дороже, назовем так. Если же мы берем недвижимость, то у недвижимости есть как волатильная ценность, то есть вы можете купить дешевле и продать через определенное время дороже, что происходит чаще всего, если вы берете на стадии строительства. Но также есть у недвижимости практическая ценность. У вас всегда будут стены укрыться от ветра, от дождя, окна, у вас всегда будет поток, вы сможете там жить, вы сможете сдавать и так далее. Поэтому мы на недвижимости, скажем так, прожили один уже кризис экономический, кризис, связанный с пандемией и так далее. И что мы сделали? Та недвижимость, которую мы купили, например, по цене, образно говоря, 200 тысяч долларов, мы хотели продать за 230, 220, 250 тысяч долларов. Но рынок скорректировался, и эта недвижимость стала стоить, например, 150 тысяч долларов. Что мы сделали? Мы просто взяли небольшую паузу, и эту же недвижимость мы стали практически использовать. Мы стали сдавать ее в аренду. Мы переждали буквально 7-8 месяцев, все это время мы получали доходность, а доходность сдачи квартиры в аренду не особо меняется, не особо привязана к кризису. То есть, если стоит 5 тысяч долларов недвижимость в месяц, будет кризис, но будете сдавать ее за 4. Но это несущественная корректировка, но вы будете получать постоянно, получать доходность, и вы переждете этот кризис за счет того, что у недвижимости есть практическая ценность. Вы переждете этот кризис и перепродадите дороже. Что мы сделали в 100% случаях со 100% своих объектов на последнем кризисе? Мы просто сдавали эти объекты, сдавали эти объекты и фиксировали сумму стоимости. Очень серьезный плюс здесь в Дубае, на данный момент, если вы плачиваете 40% от стоимости недвижимости, вы имеете право ее продать, даже если квартиры нет. Это очень быстрая процедура. Пример. Квартира стоит 300 тысяч долларов. Вы оплатили, к примеру, 120 тысяч долларов, 40% от стоимости вы оплатили. Остальное вы платите в рассрочку, например, 5 лет. Без процентов абсолютно ноль рассрочка, платите 5 лет. Вам понадобились деньги. Вы выставляете эту квартиру на продажу, новый владелец отдает вам ваши 120 тысяч долларов, плюс, например, дает вам, если вы продаете с профитом, ваши 10-20 тысяч долларов дополнительных. И остальное он платит застройщику. То есть он оплачивает эти обязательства, которые вы изначально оформили на себя. Это называется объекты с пеймент-планом. Это очень ценные объекты, потому что вы можете купить недвижимость уже готовую, но только с пеймент-планом. Сразу же скажу, вот мне очень многие спрашивают, когда я говорю без процентной рассрочки, мне спрашивают, в чем подбог? Я не буду сейчас углубляться в, скажем так, мусульманское финансовое право и так далее, да? Не буду касаться сейчас процентов, рассрочек и всего остального, да? Вы знаете, что здесь есть определенные ограничения, нельзя давать там в долг под проценты и так далее. Я не буду в это углубляться. Я просто скажу следующим образом. В это сложно поверить, но это действительно так. То есть лично я, если приобретал, например, там, давным-давно приобретал какую-то технику, я не помню, в каком-то магазине, сетевой какой-то магазин, я приобретал технику в офис, и у меня была беспроцентная рассрочка. Но мне нужно было сверху заплатить там 15-20 тысяч рублей на весь комплект страховки, якобы страховки. Соответственно, рассрочка как бы беспроцентная, но деньги-то я теряю. В Дубае здесь нет никаких нюансов, как у меня спрашивают, в чем подвох? Подвоха тоже нет. Если вам нужно платить 100 тысяч в 10 месяцев, вы будете ровно по 10 тысяч платить каждый месяц. Без процентов абсолютно. Проститесь, но, как я понимаю, беспроцентная рассрочка. Во-первых, вы сказали, что в большинстве случаев она же все равно выдается на этап до завершения строительства. Или есть и примеры, когда вы можете доплатить и по завершению строительства, именно беспроцентно? Здесь все зависит не только от застройщика, здесь зависит от конкретного объекта. То есть у застройщика может стоять два рядом объекта на расстоянии буквально 500 метров, строится два объекта. На одном объекте будет рассрочка, например, только на стадии строительства. То есть, например, стоит миллион долларов, там на 10 месяцев будет строительство, вот там по 100 тысяч платите. А у соседнего объекта, вот такой вот маркетинг, может быть, вы 50% платите на стадии строительства, остальные 50% когда получите ключевую. То есть на данный момент есть такие предложения, на данный момент есть такие застройщики. Например, вот стоит квартира, там, ну, образно для ровного счета возьмем, 100 тысяч долларов. 50 тысяч долларов вы платите на стадии застройки, то есть там два года вы платите в рассрочку там 50 тысяч долларов. Потом идет процедура handover, ну, получение ключей в руки, оформление и так далее, заезда вас в квартиру. И остальные 50 тысяч долларов вы платите, например, на протяжении там 4-х лет. Рассрочку беспроцентную и так далее. Причем вы квартиру можете уже жить в ней, можете сдавать и так далее. Здесь сразу же поясню такой момент. Самая минимальная комплектация в Дубае, самая минимальная комплектация сейчас недвижимости в Дубае, это полностью сделанный пол, то есть это будет либо капель, либо плитка, это подготовленные стены, либо там обои, либо уже покрашенные, подготовленные, сделанные. Это потолок, это встроенная кухня, встроенные ящики, встроенные шкафы и так далее. То есть все, что вам нужно сделать, это завести там диван-кровать, электронную технику и свои чемоданы. Все. Многие застройщики сдают уже с техникой, сдают уже с мебелью и так далее. Вот, там есть 4 дизайна у многих застройщиков, там 4 вида дизайна на выбор и так далее. Вот, то есть я вот, например, жил в основном вот в новых таких домах, я никогда не слышал никакого, знаете, как вот, например, в России у нас заезжаешь, вот я заезжал в Россию в новый дом, я заехал, другие люди заехали и началось. Просто вот год ремонтов подряд, просто год ремонтов не скончается. Ну понятно, да. Ну понятно, такого нет. В продолжении все-таки не до конца вы ответили. Вот, хорошо, идет рост цен. Во-первых, какой он, везде ли он одинаковый. И когда наступит тот момент, когда вы скажете, оп, ребят, стоп, вот здесь покупать не надо, потому что, ну, произошло некое насыщение или цены выросли до такого уровня, когда уже, ну, нет объективно возможности до дальнейшего роста? Я скажу таким образом. Когда наступит такой момент, когда я скажу стоп, я буду дожидаться другого момента. Как только я увижу, что рынок недвижимости пойдет на спад, что я вижу, что рынок недвижимости пойдет на спад, а я это увижу, потому что я глубоко нахожусь в этой сфере, я всегда держу руку на пульсе, я увижу, поверьте, сигналы, которые будут говорить о том, что рынок недвижимости уже начал корректироваться. Во-первых, это снижение количества сделок. Раз. Во-вторых, те объекты, которые покупались раньше, там, за два, за три дня, они начинают продаваться, например, за неделю, за месяц и так далее. Ну и другие показатели, это явный показатель того, это явный показатель того, что рынок недвижимости начал корректироваться. Вот именно в этот момент нужно часть своих активов продавать, часть недвижимости продавать, то есть фиксировать пул денег. И когда рынок недвижимости уже скорректируется до какого-то уровня, вот этим пулом выкупать на низах недвижимость, которая скорректировалась. Потому что спустя определенный период времени эта недвижимость, во-первых, все равно отрастет и даст очень хорошие проценты, очень хорошие щедрые проценты. Мы это проходили не единожды. И это первый момент. И второй момент, эту недвижимость также можно сдавать. То есть представьте, что у меня есть там, например, квартир на 500 тысяч долларов, например, 2-3 квартиры, студии, ванбетру, неважно. Я вижу, что рынок корректируется, я их продаю, я их продаю, у меня выделяется капитал в 500 тысяч долларов. Рынок корректируется, например, на 30% вниз. И я скупаю недвижимость и начинаю ее сдавать. И те проценты, которые я получаю от сдачи, если сравнить их с общим количеством приобретенной недвижимости, они все равно будут высокие. Когда еще недвижимость отрастет, я получу свои еще дополнительные проценты. То есть, наверное, стоп, я не скажу. Я скажу, ребят, освобождаем активы для того, чтобы через там 3-4 месяца на холодном рынке, ну не холодном рынке, а скажем так, на скорректированном рынке выкупить те активы, которые люди продают дешевле. Евгений, попрошу все-таки, к нам уже начали поступать вопросы, один из них как раз вот в жилу сейчас по теме. А что происходит сейчас на вторичном рынке? Ведь есть много инвесторов, которые там полгода назад, год назад покупали на котловане. Есть ли спрос на вторичку и нет ли трудностей с перепродажей в данный момент? На данный момент, я вообще скажу, что в целом за недвижимость Дубая сейчас огромный спрос. То есть, найти, например, какие-то апартаменты, отдохнуть, особенно сейчас там период, скажем так, туристический, сейчас сезон начался там сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Вот в эти месяцы попробуйте найти какие-нибудь апартаменты, вы увидите цены. Особенно в районах туристических, но это прям практически нереально, огромные цены и в принципе потому что большой рост. Недвижимость вторичная перепродается с очень хорошим плюсом и профитом. Ну, я на данный момент больше предпочитаю рынок первичной недвижимости. Я думаю, что где-то через года 2-3 все-таки рынок уже больше будет переходить доля всех сделок на вторичную недвижимость, потому что там цены должны скорректироваться. Но на данный момент вторичный рынок я рассматриваю меньше. Объясню почему. Потому что при покупке вторичного жилья вы уже, собственно говоря, платите те проценты, те проценты, которые зарабатывает тот человек, который, как правильно вы сказали, взял на стадии котлован. Я не люблю переплачивать за объекты, я не люблю, если отсутствует план рассрочки, я не люблю за какой-либо объект отдавать деньги сразу. И это неправильный инвестиционный подход. Если у меня есть возможность приобрести за 50% какой-то актив, который будет работать как тот актив, за который я заплатил 100%, я воспользуюсь этой возможностью. Но, тем не менее, на вторичном жилье, на данный момент вторичное жилье, оно активно покупается, перепродается. Почему? Потому что, вернемся к началу нашего вебинара, очень многие люди сюда переезжают. Им нужно уже готовое жилье прямо в данный момент, прямо здесь, сейчас. Я наблюдал, в март-апрель, люди сюда с чемоданами приезжали, с семьями переезжали. Естественно, у них выбор следующий. Либо за очень большие деньги снимать в аренду квартиру, за очень большую. А если у вас в резидентстве есть определенные законодательные моменты, там, о том, что вы не сможете снять на долгий срок, там, и так далее, цены будут другие. Либо вам снимать в аренду и покупать жилье, которое построится через полтора-два года, либо вам взять вторичное жилье прямо сейчас, прямо в данный момент. Поэтому вторичное жилье, и первичное жилье, и вторичное жилье, оно находит своих инвесторов, находит своих покупателей. Опять же-таки повторюсь, спрос сейчас, ну, не просто высокий, спрос просто бешеный. Спросите на Ломальске что-то понимающего в рынке инвестора, спросите любого брокера сейчас на рынке недвижимости. Даже тех брокеров, кто не проводит инвестиционный анализ и так далее. Мы для каждого клиента проводим отдельный инвестиционный анализ на любую сумму. Спросите любого брокера, даже кто это не делает. Вам все скажут, ребят, рынок бешеный. Хорошо. Но смотрите, вы сами говорите, что Дубай он большой. Есть там одни районы, есть другие районы. Причем тоже я вот смотрел разные аналитические материалы, говорят, что в некоторых районах рост очень большой, в некоторых он меньше. От чего это зависит и опять же инвестиционный подбор и выбор района, как это все сочетается? Может быть об этом несколько слов. Давайте я, наверное, более наглядно покажу, чтобы зрителям было видно. На карте вы имеете в виду? Да, на карте. Я запущу инвестрацию экрана. У нас есть небольшая, скажем так, заготовка. Большинство вопросов мы сейчас прошли. Друзья, если кому-то потребуется слайдовая часть и так далее, можете писать смело мне в личку. Контакты указаны, мы направим вам презентацию. Пожалуйста, еще разочек в чате. Да, Евгений, у вас тут даже еще кружочками обведено в двух словах. Да, да. Скажите, пожалуйста, видно ли мой экран? Более, да, да, видно, видно. Да, видно ли мой курсор? Курсор, курсор, сейчас, нет, курсор. Мне, коллеги, скажите, мне, наверное, не видно курсор. Окей, окей, хорошо. Ну, давайте без курсора попробуем так. Давайте без курсора. Будем влево-право ориентироваться. Да, в верхней части, в верхней части, в верхней слевой части у нас отмечена всеми известная так называемая пальма. Так называемая пальма – это остров полностью искусственный, который был отстроен в море. То есть вот где сейчас располагается пальма, где сейчас располагаются дома. Когда-то там просто плавали рыбы, плавали иногда люди, корабли. То есть ничего абсолютно не было. Это грандиозное по своему масштабу сооружение. Но есть, кстати, пальма, которая в два раза больше, чем в два раза больше. Вот. Но на данный момент она заселена, и там практически не осталось земли для того, чтобы строить недвижимость. Ниже слева от пальмы мы видим район, который объединяет себя JBR, Dubai Marina и GLT. Я думаю, что, наверное, процентов 80 всех людей, кто был когда-либо в Дубае, они прекрасно знают, что такое Dubai Marina, что такое JBR, GLT и так далее. Потому что они прогуливались по Марино-Вог, прогуливались по пляжу. С пляжа JBR, кстати, есть пешеходный мост, можно попасть запросто на Blue Water, где находится самое большое колесо обозрения в мире. В общем, это такой туристический район. То есть туристический район, где с учетом сложившегося маркетинга и так далее, там 80, наверное, процентов всех людей там побывало, пожило там и так далее. То есть практически все, кто в Дубае, были либо на Dubai Marina в JBR, либо есть еще другой, скажем так, кружочек, он справа, видите, где расположена башня Бурж-Халифа. Это район Бизнес-Бэй и район, который с ним соседствует по площади 2,5 квадратных километра, это Даунтаун, называется район Даунтаун. Там знаменитые фонтаны, Бурж-Халифа и так далее, и так далее, многие другие достопримечательности. Как правило, в каждом городе есть свой центр. То есть я так правильно понимаю, что в Москве там Красная площадь – это условно центр. Есть там, например, какие-то другие города, например, Санкт-Петербург, там можно сказать, что центр там где-то Невский проспект или около того. В Калининграде это там остров, где расположен собор, остров Эммануила Канта, по-моему. В Екатеринбурге площадь 905-го года и так далее. Но в Дубае, вот спросите, где в Дубае центр, в Дубае центра нет. Опять же таки, возвращаемся в самое начало нашего вебинара. Дубай – молодой город. И центр здесь организуется следующим образом. Как только расстраивается новая инфраструктура, как только расстраивается что-то такое грандиозное, то центр переезжает туда. То есть отстроили в свое время Дубай Марина, JBR, все красиво, там яхты плавают, пешеходная зона классная, набережная и так далее. Все там, центр, скажем так, основной активности стал там. Бизнес-бейт строили, даунтаун – центр основной активности, кстати, бизнес-активности там. То есть сейчас в Дубае принято там считать, там два есть центра, центра, скажем так, основного движения. Это вот либо GLT, Дубай Марина и JBR, это вот все один район. Его называют просто там Дубай Марина. Где живешь? Я на Марине. Даже если ты живешь там на JBR, многие говорят, я живу на Марине. Вот, и даунтаун – бизнес-бейт, где ты живешь, я живу там в бизнес-бейт, например. То есть два вот таких вот центра, скажем так, основной активности. Большинство людей, кто приезжает в Дубай, были либо там, либо там. Как туристы? Ну, как туристы, да, многие там живут, многие там живут там и так далее. Пальма – это, кстати, вообще отдельная история. Пальма – это такое место, где сосредоточено, ну, основное сосредоточение, скажем так, таких обеспеченных людей, кто любит приватность, кто любит больше такой лакшери, недвижимость и так далее. Дорогая достаточно недвижимость, хороший рост. Под, где вы видите башню Бурж-Халифа, под данным районом, район, который называется Мейдан. Это новый район, который будет новым центром Дубая, который будет расти ближайшие там полтора-два и даже два с половиной года. Там будет самое высокое в мире жилое здание, там будет горнолыжный курорт новый. Там будет самый большой в мире торговый центр, хотя уже сейчас в Дубае, Дубай, мол, самый большой в мире торговый центр, имею в виду. Ну, по-моему, именно он. Так вот, в Мейдане будет еще больше. То есть это вот такой новый центр Дубая, который будет расстраиваться именно инфраструктурно. После этого справа район будет Дубай-Крик расстраиваться на промежутке трех лет и так далее. То есть имеет Дубай свою географию инвестиций, поэтому когда мы инвестируем с нашими клиентами и не только, например, инвестируем как инвестиция. Многие говорят, я хочу купить для себя. Мы все равно, даже если человек покупает для себя, мы рассматриваем это таким образом, чтобы человек получал все равно рост своей недвижимости. Потому что я понимаю, что люди покупают для себя. Я понимаю, что люди хотят там жить и не собираются перепродавать в ближайшие 3-5 лет, пока, например, дети не вырастут и не переедут. Но я как инвестор, как человек, который дает инвестиционные в данном случае советы, я все-таки за то, чтобы человек учел все риски и чтобы любой актив работал, любой актив приносил. Окей, Евгений, все-таки в продолжении комментарий по карте попрошу еще раз понять. Все районы, которые у вас обведены вот этими зелеными кружками или овалами, это районы сейчас застраивающиеся, так или нет? Это районы сейчас застраивающиеся, кроме JBR и кроме бизнес-бэ, потому что там очень плотная застройка, крайне мало осталось свободной земли. Вот, и все в основном сейчас строится вокруг, скажем так. Район, например, GVC, Jumero Village Circle, это отмечен снизу слева, и рядом с ним район, это GVT, это как раз-таки районы, которые застраиваются. Там очень хороший ценник, и инвесторы получают там очень хорошую, на данный момент, очень хорошую доходность, потому что стоимость жилья по соотношению, например, арендных платежей, сколько они арендуют сервис-чарж и перепродажи, она очень хорошая по стоимости. И низкий порог входа в рынок, очень хорошая рассрочка опять-таки. А вы сами, кстати, где живете, в каком из этих районов? Я живу в GVC, это район, где живут в основном местные, там нет туристов и так далее. Я жил на Пальме, я жил в GBR, я жил в Бизнес Бэе, в Даунтауне жил. И вот я на данный момент выбрал себе именно GVC, потому что там, как правило, нет туристов, там есть несколько отелей очень высокого класса, очень популярных отелей. Но, как правило, всех туда приезжают, они, как правило, в этом районе не остаются, они уезжают куда-то в более туристические места, опять же-таки, вот Дубай-Марина, либо Бизнес Бэйт, в Даунтауне жил. Если мы говорим о ценах, вот вы показали, здесь у вас 7 таких кружков или овалов, можно ли сказать, что, в принципе, чем ближе к воде, тем дороже? Какой из этих районов, скажем, более бюджетный, какой менее? Кстати, вопрос, какой вот сразу вопрос о Владимире, какой чек входа минимальный для инвестора сейчас? Друзья, я на примере прям конкретных, конкретных планов, рассрочек в конце вебинара, в конце вебинара подробно об этом расскажу. Коснусь этого вопроса, сейчас я отвечу, наверное, на наш вопрос, Филипп, относительно воды. В Дубае играет большую роль, ну это естественно, это логично, если объект расположен у воды, если объект расположен у моря, то это, во-первых, шаговая доступность к морю, во-вторых, это красивый вид там и так далее. Я, как вам человек, который прожил все этапы любви к морю и так далее, я скажу, что, например, в этом году я был на море около 4-5 раз всего. И то 2-3 из них меня просто вытащили с собой друзья, которые очень часто ко мне приезжают в Дубай и попросили на море, все-таки мы хотим море и так далее. Когда ты живешь в Дубае, как правило, скажем так, ну ты присыщаешься и как такового рвения к морю у тебя здесь нет, потому что ты в любой момент можешь туда поехать. То есть здесь есть пляжи, где ты можешь там круглосуточно, там 24 на 7, получить доступ к морю, приехать и так далее. Самое изначальное место, где я жил в Дубае, это была Пальма, я жил на Пальме. У меня, скажем так, во дворе моего дома был личный там пляж, который принадлежит жильцам, то есть свое, скажем так, море. Вот, и как-то я, наверное, перенасытился, потом я жил на Джибиаре, там тоже было море, и я понял, что мне хочется все-таки больше тишины, мне хочется спокойствия. И я предположил на тот момент, что в Бизнес Бэе мне будет более, скажем так, спокойно, потому что моря рядом нет в Бизнес Бэе, это тот кружочек, который находится справа. Там моря нет и будет меньше туристов. Но не тут-то было, в Бизнес Бэе очень много туристов, как я уже сказал в самом начале, и я уехал, уже выбрал такой более спокойный район, Джи Ви Си. То есть это район, где нет туристов, живут в основном местные и так далее. Но отвечу на ваш вопрос. Безусловно, если недвижимость находится у моря в шаговой доступности, либо вблизи, это повышает чек недвижимости, безусловно. Но в последнее время в Дубае тренд именно на комьюнити и тренд на общество, которое живет в данном комьюнити. Это арабский рынок, это рынок Дубая, и он работает именно так. То есть если мы посмотрим вот сейчас на данный момент Майдан, это тот район, который расположен ниже слева от Бурж-Халифа, видите, ниже Бизнес Бэй. Это как раз таки район, новый центр Дубая, который расстраивается, и за строительством которого наблюдает непосредственно правительство. Если вы посмотрите на уровень недвижимости, на уровень строительства, на качество и так далее, и на аудиторию, кто приобретает там недвижимость, то в основном, в основном это неплохо обеспеченное сообщество, неплохо обеспеченные люди с серьезными бизнесами, очень много местных там покупает недвижимость и так далее. То есть это вы будете жить непосредственно, где лучшая школа, там лучшая английская и американские школы. То есть непосредственно вы покупаете здесь комьюнити. Я скажу, что на Майдан, а вы видите, что это находится не вблизи моря, там будет, кстати, своя лагуна, кристальная чистая лагуна, где можно будет купаться, но это не вблизи моря. Как раз таки там сейчас самый-самый ажиотаж, и там как раз таки самый такой высокий спрос и высокая ликвидность. Мы там с партнерами недвижимость тоже приобрели, уже сделали неплохой процент. Ну и все-таки тогда вот из тех районов, которые вы говорите, то есть к морю дороже, вот из тех, которые отмечены кружками, овалами, тот район, который сейчас, скажем, наиболее бюджетный, что это за место? Наиболее бюджетный район, это, конечно же, я бы выделил GVT, это тоже район такой, который только-только застраивается, там достаточно немного домов, там очень хорошая транспортная доступность, например, до того же самого моря, там до Дубая-Марина, там 10-15 минут, ну 15 минут на машине. Вот, и в принципе здесь нужно понимать, наверное, специфику Дубая. Здесь не будет такого, что у вас построен дом, и рядом с домом нет ничего. В Дубае строят инфраструктуры, то есть если вы живете в каком-то конкретном районе, это, кстати, немного похоже на Москву, то вы из этого района можете вообще всю жизнь не выезжать, вот, у вас в этом районе будет все, все, что вам нужно для жизни и так далее, то есть с комфортными, там, минимальными, с комфортными минимальными, скажем так, передвижениями. Давайте, я тоже сейчас с самого начала начну, давайте по вопросам, все-таки, какой минимальный чек для инвестора? Как бы вы определили диапазон цен, ну верхний, может быть, бесконечность, а вот нижний, что это такое сейчас? Ну, на данный момент, на данный момент, если брать средний, средний минимальный чек, то это недвижимость стоимости 120-130 тысяч долларов. Причем здесь необходимо понимать, что есть определенный план оплаты. Самый распространенный план оплаты, это будет студия, 120-130 тысяч долларов. Это будет новое жилье, жилье на стадии застройки. План оплаты будет примерно 50% вы оплачиваете сразу, да, ну скажем так, 120 тысяч долларов, 60 тысяч долларов вы оплачиваете сразу, то есть сначала вы букируете, переводите деньги, мы делаем booking form, booking на ваше имя, для того, чтобы ваша квартира не была продана, потому что очень большая динамика, как я уже говорил, продажа. После этого вы оплачиваете в течение месяца или, как правило, трех недель дает застройщику оплачивать остальные 50%. Мы все помогаем абсолютно на всех этапах, ведем диалоги с банками, если это нужно и так далее. Есть очень много способов оплаты, не только через банки и так далее. Это все можете уточнить по контактам, которые представлены в чате и представлены будут в YouTube в описании. После того, как вы оплатили 50%, мы уже платим рассрочку на 2 года, то есть остальные 60 тысяч долларов вы платите соразмерно, там по 30 тысяч долларов в год. И у многих застройщиков есть другие условия, то есть вы платите 50 тысяч долларов, остальные 50 тысяч долларов уже после строительства, после получения ключей в руки и так далее. То есть имея буквально 40-50 тысяч долларов, вы уже можете приобрести недвижимость и вы уже выплатите более 40%, вы уже сможете ее перепродавать. То есть, скажем так, общий порог входа в рынок недвижимости в Дубае на данный момент в рынок ликвидной недвижимости, это нижний порог ликвидной недвижимости, который я бы оценил, это 40-50 тысяч долларов. — Скажите, пожалуйста, вот минимальные цифры, вы уже касались немножко этого вопроса, что это за объект на выходе будет? Я вообще, вот минимальный стандарт, который есть в Дубае, вы сказали несколько слов про отделку, но охраняемая или нет территория, есть ли какая-то инфраструктура рядом, как это все? — Ну, давайте возьмем вот крайние сделки, например, по объектам, скажем так, такой стоимостью, декабрь 2020 года. Декабрь 2020 года у меня клиент купил две студии, это район GVC, студию он покупал по 109 тысяч долларов, то есть он 50 тысяч долларов оплатил сразу, остальное просрочку на два года. То есть сейчас он очень выгодно эти студии сдает, в доме 32 этажа, эти студии видовые, студии уже, как я сказал, минимальная комплектация, полностью сделанный санузел с душевой, с техникой и так далее, с сантехникой имею в виду, встроенный шкаф, встроенная кухня, уже полностью подготовленная все там ликвидность. То есть, что мы сделали? Мы поставили диван, стол, пару объектов еще мебели, пару предметов мебели, зарегистрировали необходимые кабинеты и так далее, все сделала наша компания, и, собственно говоря, клиент отдал нашей же компании на обслуживание, на сдачу в аренду эту недвижимость. То есть вот что мы сделали, то есть все там было готово. В данном объекте на шестом этаже находится своя домовая территория, там свои газоны, пальмы, места для прогулок, даже беговая дорожка есть, места для отдыха, есть детский бассейн, есть взрослый полноразмерный спортивный бассейн, есть лежаки. Это все под охраной спасателя на все время работы этого комплекса. Это все входит в сервис-чарж. Доступ непосредственно в этот дом с ключа, два человека сидит все время на ресепшене, на охране, решает различные вопросы, свой тренажерный зал, своя раздевалка и так далее. Это все доступно всем жильцам этого дома. Все рассчитано таким образом, что нет никогда никакой так называемой толпы, толпучки и так далее. Все достаточно размеренно, всегда есть возможность этим пользоваться. И в данном случае здесь все идеально. Самое важное, что непривычно было для меня, что непривычно было для меня, как для человека, кто покупал на рынке Москвы, например, Питера и так далее. Сейчас вы, наверное, удивитесь, парковочное место входит в стоимость этого жилья. То есть вы покупаете за 100 тысяч, 110 тысяч квартиру, оплачиваете 50% платья расстройщиков, у вас уже будет свое парковочное место на охраняемом паркинге. Это входит в стоимость. Не надо покупать отдельно, как там на рынке СНГ. Если у многих застройщиков, если вы берете, например, ту, бедрум и более, идет два парковочного места на семью. То есть вот это стандартная инфраструктура, стандартная инфраструктура, то есть дома. У меня есть айтишники, мои два очень хороших друга, они здесь в Дубае, у них резидентство. Они из своего комплекса, один из них, кстати, живет в соседнем доме, в таком же похожем, они из этого комплекса могут не выходить неделями просто. Вся еда по доставке заказывается, доставка стоит очень дешево, еда, вода, уборка, то есть все внутри одного комплекса. Это минимум, основной такой минимум, который вы получаете. Следующий вопрос. Как правильно заходить в сделку, через юридическое лицо или физическое, если здесь какие-то нюансы, которые у вас есть? Смотрите, я бы здесь все-таки отталкивался от счета. Скажу следующим образом. Если вы оплачиваете непосредственно недвижимость, которую вы берете в рассрочку, или вы берете у застройщика, то вы оплачиваете напрямую. Многие брокеры говорят, вы оплачиваете напрямую на счет застройщика и так далее. Это не совсем юридически верно, это не совсем юридически правильное выражение. Вы оплачиваете не на счет застройщика, вы оплачиваете на escrow счет застройщика, который создан банком для осуществления приема платежей под лиц, кто приобретает недвижимость, под данным объектом. То есть таким образом все происходит. Вы можете оплачивать сами, по менеджер-чеку, за вас может переводить компания и так далее. То есть будет указано, на какой лицо, на какой юник переводит эта компания. То есть вы оформляете уже непосредственно недвижимость на себя, в единоличное пользование, либо на себя, на другого лица, на супругу, к примеру. Эта квартира полностью ваша, 100%, с правом передачи по наследству. Вопрос. Это отсыл к реплике, которую вы, Евгений, произнесли. Мы сказали о том, что хорошие предложения раскупают на старте продаж, даже на предстарте есть такие примеры, они не единичные. Значит ли это, что если квартира в строящемся жилом комплексе продается 2-3 месяца, соответственно, это не ликвид, и с ней что-то не так, она никого не заинтересовала? Смотрите, есть горячие предложения. Горячие предложения. Это то есть предложение, которое мы знаем, что буквально за полгода можно сделать 30-40% и так далее. Многие объекты делают double check, x2 к стоимости. То есть, естественно, такие объекты, тут святое место пусто не бывает, такие объекты раскупают очень быстро. Есть объекты, которые дают меньше процентов, например, 20-25%, 20-15%, но они уже стоят дешевле, естественно, дешевле. Они находятся в не настолько очевидных районах, ликвидных, скажем так, подальше от ликвидных, но они тоже дают большие проценты. И есть недвижимость, которая находится, например, в районах подальше, но она по сравнению с своей стоимостью дает очень высокий процент. Это очень распространенная ошибка многих людей, кто считает, что если недвижимость не купилась за месяц, за два, она не будет расти и так далее. И второе, она сопряжена с ошибкой, что люди считают, чем дороже купить недвижимость, тем у тебя рой, то есть процент твоего заработка будет больше. Это абсолютно не так. Если вы возьмете, например, на своем примере, я видел, что покупали люди недвижимость за миллион долларов, и покупали люди тоже 5 объектов, но по 200 тысяч долларов. И в итоге на протяжении сдачи, роста недвижимости, люди, кто купили несколько объектов, они по проценту выигрывали. Хотя они покупали не в настолько, скажем так, быстро разбираемых объектах. Поэтому я всегда говорю, если вы хотите приобрести квартиру качественно, если вы хотите приобрести у правильного застройщика, об этом я сейчас скажу позже, если вы хотите квартиру приобрести, не иметь проблем, все кабинеты оформить, то есть чтобы за вашей недвижимостью наблюдали, перепродавали и так далее, обращайтесь к качественным сотрудникам, качественным брокерам, которые делают инвестиционный план. Потому что многие привыкли на рынке СНГ, что брокер, он же риэлтор, это тот человек, кто просто покажет тебе квартиру, просто составит договор, просто возьмет с тебя деньги, как бы и все. Ну это тоже непросто, скажем так. В России это тоже непросто, скажем так. Ну такой помогатор, знаете, такой посредник. Но если мы говорим про недвижимость в Дубае, здесь немного другой рынок. Чем глубже компетенция человека, кто непосредственно занимается плотно недвижимостью, кстати, срок занятия недвижимостью, срок, сколько человек работает брокером, не равно его компетенция. Я знаю брокеров, кто здесь работают 5 лет и более, и когда я у них спрашиваю, что такое застройщик полного цикла, они мне не могут ответить. Об этом я сейчас коснусь, это очень важно. Поговорим об этом? Окей. Давайте еще буквально кратко, потому что вопросов очень много, на все мы даже можем не успеть ответить. Несколько слов про ваши услуги при сдаче в аренду. Сколько вы за это берете, если сдавать краткосрочно или долгосрочно? Буквально реплика об этом. Все сугубо зависит от клиента, все сугубо зависит от суммы сделки и так далее. У нас обговаривается это все индивидуально. Средний процент по рынку 15-18%, если я не ошибаюсь, но опять же скажу, мы компания полного цикла. Именно Caspian Real Estate – это компания полного цикла. У нас есть торговая компания, у нас есть компания, которая осуществляет в партнерстве услуги для наших клиентов, мы скидки делаем для наших клиентов при оправлении, например, того же самого резиденства, счетов и так далее. То есть мы не специализируемся на конкретном проценте. Мы берем каждого клиента в комплексе и оказываем полный спектр услуг, чтобы человек не имел, скажем так, контактов где-то с мошенниками, с низкоквалифицированными сотрудниками и так далее. Именно у нас такой, скажем так, концерн, если можно сказать, Caspian. То есть наши услуги идут сугубо от инвестора. Я скажу, что у меня вот есть инвесторы, например, сдачу в аренду недвижимости, например, половину недвижимости мы сдаем абсолютно без процентов, потому что мы взаимодействуем с ними на других именах, по другим точкам соприкасаемся и взаимно зарабатываем. То есть у нас стратегически вот именно эта компания построена таким образом, что мы развиваем как раз таки сеть партнерцев. То есть мы с течением времени пришли к такой ситуации, что практически не осталось, скажем так, вот города, где бы мы не могли через своих клиентов, друзей решить какой-то вопрос. То есть у одного клиента возникает вопрос по поставке какого-то товара, он мне задает вопрос. У нас есть клиент, кто этим занимается. Мы просто их сводим и, собственно говоря, работаем таким большим обществом. Буквально еще один вопрос от зрителей и после этого переходим уже к нашей финальной части. Несколько слов про банковское финансирование. Вообще, насколько банки финансируют? То есть можно ли заниматься не рассрочкой, а скорее просто ипотеку взять? И, соответственно, какие условия сейчас есть? Такие условия есть. Можно добиться процента 3-4 процента в зависимости от того, резидент или человек не резидент. 3-4, в смысле, вы сказали, или 3-4? 3-4. 3-4, ага, окей. Ну, средний, скажем так. Все зависит от личности непосредственно человека, кто берет ипотеку, от предоставленных документов и от проделанной нами работы. Окей. Ну и давайте теперь несколько слов вообще про структуру. Дело в том, что предложения, в том числе на русскоязычном рынке, для граждан Украины, Белоруссии, Казахстана, России, с которыми мы работаем, я это сам вижу, оно множится. То есть предложений много, застройщиков много. Когда мы говорим о каких-то других рынках, я сейчас про дубайский не говорю, про него сейчас вы расскажете. Все говорят, надо смотреть историю, надо смотреть, что построил и так далее. Кто вообще сейчас строит в Дубае? Какова палитра этих предложений, если смотреть не со стороны покупателя, а со стороны продавца? Опять же таки, я углублюсь в этот вопрос, потому что мы к вопросу инвестирования в недвижимость подходим очень серьезно, потому что мы сами инвестируем в партнеры в недвижимость, сами имеем пул недвижимости и, скажем, каждый день с этим взаимодействуем. Необходимо знать, что застройщиков в Дубае достаточно много. Вот у нас договор сейчас там, более 30 застройщиков, у нас с ними заключен договор на сотрудничество. И застройщиков очень много. Есть местные застройщики, есть британские застройщики, есть застройщики из Афганистана, даже из Сирии. То есть достаточно крупные концерны, кто зашли как серьезные девелоперы на данный рынок строят. Не только здесь, в Абудабе и вообще там по всему миру. Но когда мы оцениваем непосредственно застройщика, необходимо оценивать два очень важных фактора. Когда мы с клиентами это проговариваем, многие брокеры, кстати, даже этого не знают, есть застройщики полного, есть застройщики неполного цикла. Это самый важный фактор, который необходимо оценивать, когда вы выбираете застройщика, выбираете объект. Что такое застройщики полного цикла? Это компания, которая имеет все силы и средства для того, чтобы возвести сооружение, возвести дом и сдать его в сроки. То есть есть компании такие, у которых есть свои рабочие, не какие-то наемные, есть свое производство материалов, камней и так далее, вентиляционных систем, электричества и так далее. То есть это компания, которое не зависит ни от кого, в своей миссии построить дом качественно и в срок. Это очень важно. Потому что если затягивается строительство какого-то объекта, стоимость объекта корректируется, падает, и тот инвестиционный план, который мы составили с клиентами, он начинает не сходиться по срокам. Например, дом должен быть сдан в январе, мы хотим в феврале уже добавить 15%, 20% продать и купить два еще объекта, строящихся в других домах с инфраструктурой. Если дом затягивается, мы не сможем осуществить вот этот переход капитала, как мы называем, не можем переложить капитал. И мы теряем свои потенциальные проценты, свой потенциальный выгод. Плюс приобретаем очень много проблем по взаимодействию с застройщиком и так далее. Здесь это на законодательном уровне урегулировано, то есть достроится дом и так далее. Но сроки будут затянуты. Если застройщик полного цикла, это застройщик, который имеет полностью все возможности, чтобы сдать эти объекты в срок. Тут есть застройщики, которые построили более 250 объектов и ни один не затянули, даже в пандемию. Это как раз-таки второй фактор, который необходимо оценивать, который необходимо оценивать при выборе застройщика. Это история застройщика. История сданных объектов, история взаимодействия клиентов со службой, которая осуществляет хендовок, передачу клиенту ключей в руки, сдачу помещения, устранение недостатков и так далее. Это очень емкий, очень сложный процесс. У нас этим занимаются три отдельных сотрудника. Занимаются сдачей и приемом помещения, приемом помещения у застройщика, контролем сроков, контролем взаимодействия непосредственно с застройщиком, с менеджерами, поддержания контакта. И сразу же отвечу на вопрос, который задавали в чате, что такое регистрация кабинета. Как только вы сдали свое жилье, вы получили свое жилье и так далее, вы не можете взять и просто там получить ключи и зайти в свое жилье и жить. Это невозможно. Вам необходимо пройти процедуру хендовок, вам необходимо зарегистрировать свою недвижимость в Дэйви, то есть зарегистрировать в Эмпауэр, зарегистрировать Аквакул и так далее, другие службы. То есть, образно говоря, подключить воду, чтобы у вас вода текла, включить электричество, включить систему кондиционирования, зарегистрировать кабинеты, залогиниться, оплатить их, оплатить их с карт, опять же таки, карты русских работают. Зарегистрировать кабинеты, то есть зарегистрировать, условно говоря, способ общения с управляющими компаниями, с оплатой и так далее. Да, да, да. Зарегистрировать, то есть себя в системе, свою квартиру, чтобы подключить и так далее. Как правило, кто этим занимался, они дадут сейчас подтверждение моим словам. Это крайне долгий процесс на английском языке. Кабинеты, ну, есть кабинеты, которые слетают, которые там не удается зарегистрировать и так далее, и так далее. Многие не могут по 3-4 месяца зарегистрировать себе какой-то там отдельный кабинет. У нас занимаются этим уже ребята, кто это все быстро делает, взаимодействует, начинает прозванивать и так далее, скажем так, проталкивать, лоббировать этот вопрос для наших клиентов, для того, чтобы вы все зарегистрировали, подключили и заехали уже в свою квартиру. Окей. Все-таки, по вашим ощущениям, ну, вот вы сами говорите, что в Дубае практически нет незаконченных объектов, то есть вот проблема... Нет, я так не сказал, я сразу, Филипп, оговорюсь, я так не сказал. Недостроенные объекты в Дубае есть, это факт. Они на данный момент есть, они присутствуют. Есть те объекты, например, которые были недостроены два года назад, полтора года назад объект был недостроен на Марине. мы его выкупали у человека, кто его приобрел минус 40% от рынка и сейчас мы его продали практически в два с половиной раза дороже. То есть такое тоже имеет место быть. Вот, то есть сначала это как раз-таки компании неполного цикла. То есть есть компании полного цикла, есть неполного цикла. Компания неполного цикла это организация, которая использует подрядные, другие там, скажем, организации по договору. Там, например, пять компаний. Первая компания устанавливает коробку, вторая проводит электричество, третья кондиционирование, четвертая вентиляцию, пятая компания совершает отделку фасадной работы и так далее. Естественно, вы не будете делать фасадные работы, если электричество и водопровод не установлен. Если эти компании, которые работают по подряду, они затягивают свои сроки, то все идет наслаивающееся, ну, то есть процесс устанавливания. Поэтому есть такие дома, и пока судебные тяжбы по одному моменту не пройдут, то другие объекты, они, ну, точнее, другие работы, они не будут проведены. А там четко оговорены сроки. Поэтому, когда вы выбираете застройщика, нужно четко знать историю и выбирать вот этот фактор. Недостроенные объекты есть. По закону срок, по-моему, который может затягивать сейчас застройщик, если я не ошибаюсь, 12 месяцев. То есть, если я не ошибаюсь, сейчас срок, во всяком случае, в этом году он такой был. Мы выбираем только застройщиков проверенных, только выгодных. Только полного цикла, или вы допускаете возможность не с полным циклом работать? Мы допускаем, мы допускаем использование в инвестпортфеле объектов под застройщиков неполного цикла в трех вариантах. Должно сойтись три звезды, скажем так. Первый вариант. Я лично должен побывать на объекте, я должен видеть, что все основные сложные работы проведены. И даже если сейчас, например, там компания, которая осуществляет какие-то фасадные внутренние делочные работы, она в кавычках сольется, то это не проблематично найти, то есть быстренько новых исполнителей. Вот. Это первое. Второй момент. Если, если локация, где строится дом, она намного дороже, намного дороже той стоимости, за которую продают жилье. Вот на данный момент на Майдане есть такая недвижимость, которая, возможно, ну, скорее всего, 100% по качеству, она не очень хорошая. Да, это средний уровень. Возможно, застройщик затянет сдачу там на 3, 4, 5, 6 месяцев. Возможно. Но, чтобы вы понимали, эти дома стоят 300 тысяч долларов, а буквально там в 500-800 метров стоят квартиры вот миллиона долларов. То есть, это очень дорогая земля. Это как, знаете, как на Рублевке купить там за 2 миллиона рублей, образно говоря, какую-нибудь хрущевку, да, или как, например, возле Москва-Сити вот эти пятиэтажные там дома в свое время, когда Москва-Сити строилась, покупали там за 5, за 6 миллионов, сейчас они стоят в 2-3 раза дороже. Мы прекрасно понимаем, что локация, мы в данном случае покупаем не недвижимость, мы покупаем локацию. И третий фактор, мы должны это все проговорить клиенту, и инвестиционный план клиента, он должен включать в себя возможность, возможность корректировки инвестиционного плана на эту сумму, именно там на вот этот срок задержки. В таком случае, да, у меня есть такие клиенты, есть клиенты, которые вложили очень хорошие деньги, опять же, такие в объект, который, возможно, затянется по срокам, возможно, будет невысоким качеством, но я знаю, что та локация, та земля, на котором расположен, она даст кратный результат. Это мы сразу все проговорили, сейчас уже большинство там достроено, все коробки достроены, коммуникации основные там уже достроены. С этим учетом у меня клиент не стычит, он готов инвестировать, зато он за меньшие, так сказать, за ту же самую сумму он взял большее количество объектов. Когда человек приходит и видит, вот какой объект, вот такая цена, можно ли в Дубае говорить о возможности снизить эту цель? Вот, условно говоря, за 400 не возьму, за 380 возьму. И какова вероятность того, что застройщик согласится, что для этого надо сделать? здесь играет огромную роль, огромную роль правильно выстроенная и проведенная работа с представителем застройщика в целом. Конечно же, все мы люди, все мы люди, и напрямую все взаимодействие нашего клиента с нами идет с нами. но мы лоббируем интересы клиента и поэтому самая большая скидка, которую я делал клиенту на объект недвижимости это 15%. То есть есть у меня такой кейс 15% от стоимости недвижимости. Средняя скидка, которая делается сейчас застройщиками при хороших чехах, при хороших скажем так, при хороших планах рассрочки это 5-7%. Это возможно, это возможно, если выстроить правильный диалог с менеджером непосредственно застройщика. У них есть такие полномочия, мы знаем, у кого есть такие полномочия и, скажем так, рынок арабский, договариваться можно, договариваться нужно, мы делаем все совместный бизнес, поэтому да, эта возможность присутствует, эта возможность есть и мы ее, конечно же, используем. Следующий вопрос уже, наверное, один из последних, который мы успеем с вами сегодня осветить. Какой срок инвестиционных проектов сейчас? Какова доходность, если я правильно понял вопрос, какую доходность на протяжении ближайшего года можно прогнозировать, на ваш взгляд, и что это должно быть такое за объекты? Ну, на данный момент я сказал, что есть объекты, которые за год, за полтора делают двойной чек, вот, например, наш кейс, мы покупали недвижимость, несколько объектов недвижимости за 650 тысяч долларов, оплачивали 40% за миллион, 70, миллион, 100, мы их продавали, то есть, есть такой чек. средний 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 процент можно сделать 20, даже 25%, есть 30%, если вы перепродаете, если вы занимаетесь перепродажей, если вы занимаетесь сдачей в аренду, то это 8-10 и 12% в зависимости от популярности, в зависимости от спроса и так далее, то есть, можно делать от стоимости недвижимости в валюте без каких-либо налогов законов. Ваше ощущение, но понятное дело, что последние полгода, к сожалению, в политическом смысле такие, особенно на Соленикинохийском, Украинском и тех рынках, которые связаны с миграцией россиян, украинцев, они такие, что спрос, например, на аренду резко вырос. Например, в Турции в марте, в апреле, в Казахстане, в Грузии ставки аренды вырастали в моменте в 3-4 раза были такие примеры. Тот пример, который называете вы, вот 8-10% годовых, ваше ощущение через полгода, через год, через полтора, не пойдет ли эта цифра вниз, если вдруг поток из мощной реки станет рекой поменьше, поток заинтересован клиентов? В данном случае я вам сказал процент, на который вы можете рассчитывать, то есть, это, я всегда беру, поскольку у меня инвестиционный подход, я всегда беру минимальный процент, чтобы 100% на это можно было опереться и на это было можно рассчитывать. Есть объекты, которые от аренды дают и 15% годовых, и больше. Если мы берем, например, объекты, которые были куплены на скорректированном рынке по стоимости ниже, то та аренда, в которую они сдаются, там и 20% может достигать, то есть, все зависит от стоимости, опять же таки, покупайте, пожалуйста, правильно, через правильный инвестиционный план, через инвестиционный анализ, таким образом вы будете владеть цифрами. К сожалению, многие покупают из субъективных ощущений, мне понравился цветок на столе, классная боя, классная картина, я буду брать. В первую очередь нужно смотреть на цифры, это в первую очередь. Если мы говорим здесь про прогноз, то опять же таки, на данный момент все очевидно. Многие переехали сюда полностью в этих месяцах, многие переехали сюда, многие переехали сюда прямо с бизнесами, с капиталами, им нужно здесь жить, им нужно здесь покупать, недвижимость и так далее. Соответственно, аренда растет. Я скажу, что вот сейчас, например, недвижимость, вы можете посчитать, сейчас вот студии, которые у меня клиент покупал и оплатил за них 60 тысяч долларов на данный момент, 60 тысяч долларов, он их сдает за в этом месяце 6 тысяч гирхан в месяц, 6 тысяч гирхан, это где-то там 1600-1700 долларов, 367 курс. В следующем месяце он будет уже сдавать их дороже. То есть, посчитайте, каков получается процент. То есть, если в среднем, даже возьмем там полторы тысячи долларов и так далее, то есть он потратил 60 тысяч долларов и получает доходность где-то в 15-17 тысяч долларов на данный момент. Окей. Это высокий процент от, и этот процент, этот процент мы рассчитываем, когда я говорю 8-10 процентов, например, 10 процентов, необходимо включать здесь математику. Стоимость недвижимости 120 тысяч долларов. Мы сдаем ее там в год, получаем там, например, 10 процентов, ну, там 12 тысяч долларов. Да, по тысяче в месяц. Но потратили-то мы на нее 50 тысяч долларов, 50 процентов остальное платим в рассрочку. И если мы смотрим доходность от вложенных средств, то это уже выходит не 12 процентов, а по цене. Это математика понятна. Так, простите, что-то похоже, у нас в Питере холодно, у вас теплее. Пара вопросов, связанных с содержанием недвижимости. Как можно оценить ежегодные расходы на содержание недвижимости в среднем на квадратный метр? Я, наверное, сейчас соединю этот вопрос с вопросом относительно условий индивидуальных собственников и с налогами и так далее. Стоимость обслуживания квадратного, здесь сквайрфут квадратного фута может отличаться у одного и того же застройщика в зависимости от объекта. В каком-то объекте больше инфраструктура, в каком-то объекте инфраструктура стандартная, в каком-то богаче, в каком-то меньше. И на содержание этой инфраструктуры свой сервис чардж и свои, собственно говоря, сборы от за Аквакул, за Адэву и так далее. То есть все строго индивидуально. Нет какой-то единого сервис чарджа на какой-то объект. Застройщик на данный объект устанавливает свой сервис чардж и, как правило, организация, кто осуществляет обслуживание данного объекта, это компания уже как раз застройщика. То есть застройщику выгодно построить в данном случае все оптимально и комфортно, потому что ему это все обслуживать потом. Либо другой управляющей компанией. Это первое. отвечу сразу на вопрос никаких налогов с перепродажей недвижимости платить не нужно. НДС тоже нет. И все-таки верну вас тогда к вопросу. Хорошо, я выстраиваю договор с застройщиком и мой сосед выстраивает. У нас будет одного типа договор или тут можно тоже что-то выиграть на этом? Если скажем так ваш сосед покупает через компанию например нашу, а другой сосед покупает через другую компанию, я уже говорил в начале самого вебинара, что наша компания во-первых осуществляет полный цикл, то есть полностью и переезд, оправление счетов, резиденство, открытие компании и так далее. То есть полная интеграция, открытие счетов на компанию, содержание недвижимости и так далее. Если не брать вот этот плюс, то например если один человек осуществляет взаимодействие с нашей компанией, человек осуществляет покупку недвижимости через другую компанию, то в данном случае, если мы договариваемся на процент больше, то вы выиграете, ваш сосед получит меньше условий. То есть где-то собравшись, вы скажете, а мне согласовали вот такой план, я получил 7% скидки, он говорит, а мне вообще скидки не дали, или мне дали только 3%. Все зависит опять же от условий, которые дает застройщик, и все зависит от диалога, который вы построите. Еще раз, чтобы было понятно, речь идет не о стоимости недвижимости, а о стоимости обслуживания. Стоимость обслуживания она тоже оговаривается отдельно, и здесь тоже нет, 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 мы сейчас говорили про покупку, стоимость обслуживания конкретного объекта, она будет в данном случае, если вы приобретаете, она будет потом единым тарифом с незначительными расхождениями. Опять же, все зависит от конкретного объекта. И сразу же отвечу на вопрос, соединил три вопроса, на два вопроса ответил, на третье отвечу. Есть объекты, в которых застройщик, внимание, это очень важно, есть объекты, в которых застройщик может запретить краткосрочную аренду. Аренда бывает долгосрочная, аренда бывает краткосрочная. Мы с вами рассчитали инвестплан, вы хотите сдавать краткосрочную аренду, хотите высокий чек, а краткосрочная аренда может быть в два раза больше выгоднее, чем долгосрочная. Вы все рассчитали и так далее. И вот вдруг вы начинаете сдавать, и вы не попадаете по законодательству, не проходите в эти рамки. Почему? А потому что вы не углубились в суть данного объекта, вы не узнали все условия. Дан объект застройщик запретил сдавать краткосрочную аренду. Почему? Потому что это, например, жилье VIP-класса и застройщик хочет исключить вот это скитание с чемоданами туда-сюда, то есть сдает только в долгосрочную аренду. Поэтому в данном случае очень важно, очень важно еще раз проводить инвестиционный анализ, составлять инвестиционный план, подбирать правильную компанию, которая разберется со всем полностью циклом и даст полную картину. Наша как раз таки тактика, стратегия, мы даем всю информацию клиенту, мы его за короткий период обучаем, показываем объекты и делаем либо онлайн сделку, то есть человек может не приезжать, либо делаем оффлайн сделку, когда человек приезжает. Но к этому моменту, к совершению сделки, клиент принимает собственное решение. То есть он уже достаточно получает компетенции для того, чтобы принять взвешенное решение. Как мы могли наверное убедиться в рамках данного вебинара мы стараемся простыми словами рассказать сложные вещи и объяснить. Евгений, времени осталось совсем мало, поэтому коротко последние вопросы. Расходы на эксплуатацию известны при заключении договора покупки или только после сдачи? Расходы на эксплуатацию конечно же известны до совершения покупки. То есть пусть даже объект еще на стадии котлована ты уже примерно понимаешь сколько ты будешь платить. Мы уже знаем какой рассчитывается закладывается сервис чарж и так далее. Это конечно же вопрос, который нужно узнавать, получать информацию и так далее. Как раз таки работа правильная, работа брокера это владение информацией. окей. И тогда вопрос вот он просит назвать среднюю цену обслуживания. Давайте поступим так. Вот сколько вы лично платите за обслуживание своего квартиры? Что это за объект и какая цена? Окей. Давайте. Этим занимаюсь правда не я. Я попытаюсь. Позвоните. Звонок другу. По друге. Да. Звонок другу. Примерно 15 дирхан за сквайр фит. Давайте я назову среднюю стоимость. Давайте. Давайте. Вот среднюю требовали. То есть около 350 300 350 возможно 400 дирхан в месяц я плачу за все. Все это с управляющей компанией вода электричество и так далее. Вода бассейн тренажерный зал я если давайте так я в комментариях по данным видео я размещу прям вот конкретно на примере моей квартир размещу там сервис чарж сколько и так далее сколько плачу информацию я просто ну вот прям не углубляясь от вопроса повторюсь у нас есть сотрудники кто обслуживает эти компании и для меня это вопрос полностью для меня это вопрос полностью открытый потому что этим занимаются другие люди хорошо давайте поступим следующим образом у нас статья выйдет по итогам даже уборку и клининг в помещение я даже не знаю сколько он стоит у меня раз в неделю убирается клиник я не знаю как сколько он стоит отлично вот как раз узнаете и как раз про это расскажем да в статье будет ну что ж дорогие друзья два часа практически побеседовали мне кажется это было очень интересно очень познавательно спасибо огромное Евгении Александре передайте нашу благодарность друзья вопросы в чате еще раз давайте публикуем контакты буквально несколько минут назад это сделали но это тот случай много не мало звоните обращайтесь если есть какие-то вопросы с Эмиратом по Дубаю конкретно Евгений Пирожок руководитель отдела продаж компании Каспиан Риэл Эстейт в Дубае будем очень рады вашему вниманию вашим отзывам вот очень приятно ну и Евгений вы сами даже успели всех поблагодарить в ближайшее время выложим видео в наш канал выложим в Телеграме отчет и опубликуем статью она будет несколько шире чем то о чем мы здесь успели поговорить потому что в общем времени на все как обычно не хватает даже двух часов Евгений спасибо вам буквально 30 секунд всем большое спасибо за внимание я очень люблю информативные вебинары очень люблю отзыв люблю хорошие вопросы я получил удовольствие от сегодняшнего вебинара два часа пролетело прямо на одном дыхании это показатель качественного качественного вебинара и качественной аудитории большое спасибо за внимание также наверное мы разместим ссылку на свой телеграм-канал у нас есть телеграм-канал в прошлом году клиенты наши попросили завести телеграм-канал там новости про Дубай про законодательство про застройку про различные вебинары и так далее я думаю многим будет интересно и там много информации в том числе кстати и там есть тарифы по сервис чардж от себя скажу спасибо большое вам Филипп спасибо всем организаторам спасибо друзья и естественно в статье тоже и в статье и в ютубе контакты и Евгения и их каналов тоже будут так что не потеряемся спасибо вам большое до встречи на наших вебинарах и Евгений вам спасибо огромное действительно соглашусь с вами большое удовольствие провел последние два часа получили друзья до встречи всем хорошего дня до свидания